Колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности детей осудили 49-летнего жителя Емвы Сергея Бубнова. Как установило следствие, глухонемой с детства мужчина в 2013-16 годах вступал в запретную половую связь с девочками, которые также имели проблемы со слухом. Сцены половых сношений он затем фиксировал в рисунках. Позже эти художества стали основной ниточкой, которая помогла сыщикам распутать латентные преступления. Впрочем, список раскрытых глухарей на этом не ограничился. Репортаж Антона Квочкина. В январе 2020 года княжпогодские силовики, отрабатывая информацию о совершенном преступлении, провели обыск в квартире жителя Емвы Сергея Бубнова. В одной из комнат в сейфе обнаружили крупную сумму денег – почти полтора миллиона рублей. Впрочем, это было вполне объяснимо. Хозяин жилища, кроме пенсии по инвалидности, имел в собственности несколько микроавтобусов и получал доход от пассажирских перевозок. Сыщиков поразило другое. Кроме многочисленных эротических журналов, порнофильмов и аксессуаров для интимной жизни, в том числе наручников на стене, в жилище одинокого мужчины были найдены детские вещи и нижнее белье. А самое главное – его рисунки со сценами половых актов, именами, фамилиями девочек. На изображениях, которые были обнаружены в его сейфе, имелись изображения мужчины и женщины, то есть конкретно можно было отождествить нашего обвиняемого, а также наших потерпевших. Он подписывал данные рисунки, также датировал каждый рисунок определенной датой и указывал в том числе о возрасте потерпевшей. Сам обвиняемый в ходе одного из своих допросов показал, что рисовал для себя, для памяти. В последующем он в ходе следствия вину все-таки не признавал, говорил, что все это его фантазия. Следствие вскоре установило имена двух его жертв. В отношении одной из них он совершил насильственные действия сексуального характера, когда ей было всего 11 лет. Вторую соблазнил осенью 2014-го, когда ей еще не было и 14 лет. И в течение двух лет больше ста раз вступал с ней в половые отношения. По рассказам потерпевших, Сергей Бубнов знакомился с ними буквально на улице. Приглашал в свой дом посмотреть интересные журналы, угощал конфетами и сигаретами. Объяснялся жестами и даже обещал жениться. Факт знакомства с девочками мужчина не отрицал, но уверял, что между ними была только невинная дружба. А наличие детской одежды в доме пояснил, что он якобы нашел ее в мусорном баке, принес домой для своих будущих детей. Расследование преступлений и раскрытия осложнялось тем, что все участники, проходящие по уголовному делу, являлись инвалидами. По слуху были свидетели глухонемые. Все свидетели практически глухонемые, все потерпевшие практически глухонемые. Для раскрытия данного дела нами привлекался переводчик русско-жестового языка. При расследовании княжпогодские силовики проверили Сергея Бубнова на причастность к совершению других преступлений. Оказалось, еще в 1993 году он проходил подозреваемым по делу об убийстве жителя Емвы и даже помещался в СИЗО. В январе 1993 года, получается, было возгорание одного из частных домов в черте города. И при тушении пожара, получается, был обнаружен труп с множественными живыми ранениями. В рамках того уголовного дела по подозрению был задержан также наш фигурант Бубнов. Но в ходе следствия вина его была не доказана, как бы там ряд экспертиз была проведена, как бы и получается вещественные доказательства в виде шубы головного убора обуви у Бубнова была изъята. Кровь на одежде Бубнова, которая, по его словам, произошла от домашнего животного, эксперты того времени идентифицировать не смогли. А вот современные ДНК-исследования, несмотря на определенные сложности, в итоге дали положительный результат. Просто на удивление, что сохранились следы, так как, ну, сами понимаете, с прошедшим временем следы имеют свойство, это все-таки биологический материал, подвергаться воздействию ультрафиолета, каким-либо бактериям, грибкам. То есть была большая вероятность того, что мы могли на этой шубе ничего не найти. Нам повезло и, может быть, сыграла какая-то экспертная чуйка. На этой шубе мы обнаружили кровь человека, которая произошла от убиенного лица. И тем самым мы доказали о том, что на шубе подозреваемого лица мы нашли кровь потерпевшего. Поскольку сроки давности привлечения к уголовной ответственности по убийству истекли 12 лет назад, привлечь за это преступление Сергея Бубнова было уже невозможно. Впрочем, важен сам факт раскрытия так называемого глухаря и установления истины по делу. А вот за преступление против половой неприкосновенности детей Книжпогодский суд приговорил Сергея Бубнова к 13 годам колонии строгого режима. Кроме этого, обязал возместить потерпевшим по 700 тысяч рублей за нанесенный моральный вред. Попытка фигуранта подать апелляцию успеха ему не принесла.